Сегодня в общественной палате Карачао-Черкесии состоялся кругный стол. Его участники обсудили политическую конкуренцию на предстоящих выборах в сентябре текущего года. Затем подписали соглашение. О том, сколько всего партии представлено, количество кандидатов и какая работа в этом направлении осуществляется, расскажет Альбина Ламкова. Предвыбанная кампания, нарушение было зафиксировано, обращение не было зафиксировано, все идет последовательно. Предпосылки на ведение партиями и кандидатами законно-агитационная кампания, затем прозрачных избирательных процедур есть. Об этом факте говорит и присутствие всех руководителей политических партий, отметил региональный эксперт и представитель общественного штаба республики Гарик Кургинян. Участники электорального процесса подтвердили, что все стадии подготовки предвыборной кампании не нарушаются законодательством. Процесс открыт. Данное мероприятие еще раз подкрепляет наше единство и нашу одну большую четкую позицию, что мы движемся все в правильном направлении. Открытость, честность и эффективная реализация в политической конкуренции в единый день голосования. Это и есть основная цель общественников проведений в предстоящих выборах. Этого принципа придерживаются все участники Круглого стола. Об этом говорит и подписание соглашения политическими партиями и об их доверии к работе общественной палаты, которая отражает интересы гражданского общества. Они понимают, что общественная палата доказала, что это именно тот орган, который независим и не будет представлять интересы никаких партий, а для него главное каждый голос избирателя. Итак, каждый голос избирателя в чем? В том, что политические партии, подписывая соглашение, дают согласие в первую очередь на то, чтобы вместе с общественной палатой проводить обучение. Мы им предлагаем своих тренеров-преподавателей, которые обладают достаточной подготовкой. На предстоящие выборы представлено 10 партий и 1100 кандидатов. Уже кандидаты зарегистрированы. Сейчас идет подготовка наблюдателей, в том числе общественная палата уже обучила в городе Черкесске, Зеленчаке, Урупском районе, Ногайском районе, Адыгехабльском районе. И буквально уже на следующей неделе мы обучим все остальные районы. На сегодняшний день основная работа в проведении предстоящих выборов направлена на проведение активной агитационной работы. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Знаешь, что?